Здравствуйте! Меня зовут Чарльз Стэнли. Вы слушаете подарок миссии «Соприкосновение с истиной» Плеера на солнечной батарее. Я надеюсь, что темы, записанные на нем, станут для вас поддержкой и ободрением. Надеюсь, что они помогут вашему духовному росту в познании Иисуса Христа. Пусть истины Слова Божьего запечатлятся в вашем сердце. Я молюсь о том, чтобы Бог использовал эти записи для вашего укрепления и достигания. Это у каждого украинского военнослужащего такое устройство было в кармане, в таком запакованном пакете. Ну, вот это как-то гипнотизирует их. Вот прям такие изречения. Прям сам веришь в то, что можно умереть, и сразу будет все хорошо. И тебя там встретят с распростертыми объятиями. Их просто вот так зомбируют на двух языках. На английском и на русском языке. А на украинском? На украинском, Немая. При зачистке терминала подошли к завалам, начали разбирать завалы. Там кто-то стонет. Разобрали завалы. Там нашли 18, по-моему, или 16 живых человек. Все остальные двухсотые. Но они говорят, их было чуть больше 30. Кто-то убежал. Их офицеры убежали. Оставили их там одних. Они там раненые. Ну, кто... Ну, они практически все там были раненые. Но они ждали все помощи. Украинская помощь не ушла. И они просто из трехсотых превратились в двухсотых. Сейчас часть этих людей вывезена в больницы. В Донецк. В травму, не травму. Ну, как бы сейчас оказывают им медицинскую помощь. Всех, кого вывезли, практически все были ранены. У каждого в кармане лежало вот такое вот устройство. Оно не требует зарядки. Оно на солнечных батареях. Ну, вот так вот зомбируют украинских военных. Обнадеживают, что к ним придет помощь. И даже то, что если помощь не придет, им уже умереть не страшно. Они, не знаю кто, они там их ждут с распростертыми объятиями. Все, что я послушал, я просто послушал. Сам верить начал в то, что если я где-то в завалах умру, то ничего страшного из этого не получится.